Продолжение следует... Продолжение следует... В автосалонах есть не один кредитный специалист, а несколько, которые поставляют услуги разных банков. И когда уже вопрос решен, в каком банке вы будете кредитоваться, то начинается оформление документов. И вот в самый непходящий момент уже вам заявляют в мягкой форме о том, что вам одобрили кредит на такую-то сумму, но при этом вам нужно заключить еще договор на оказание услуг. Я говорю, что они говорят это в более мягкой форме, иногда даже потребитель и не понимает, о чем говорят. И уже понимают, что и кредит-то он взял на сумму гораздо больше, чем ему требовалось, и заключил другие договора после того, как он приезжает домой и смотрит все, что ему выдали из документов. По статистике, большинство автомобилей, которые продают в России, покупают в кредит. И по сложившейся практике, автосалоны при оформлении автокредита включают в договор дополнительной услуги, так называемые карты помощи на дорогах, премиум или платинум. Но смысл у них один и тот же, что за определенную сумму потребителю могут быть оказаны услуги на дорогах. То есть если совершается ДТП, то по его требованию другая сторона должна вызвать эвакуатора, помочь ему эвакуироваться, помочь ему оказать ему юридическую помощь, составление документов при ДТП и так далее. Вроде бы это все хорошо, но не всем это нужно. И не стоит это тех денег, которые потребитель вынужден платить за данные договоры. Менеджеры уверяют, что от лишних услуг потом можно отказаться. Однако на деле убрать услуги автосалона из банковского кредитного договора крайне сложно. Еще один риск для клиентов автосалона – невыгодные условия расторжения договора о кредите. По договору покупателю возвращают, например, несколько процентов от уплаченной суммы – 5 или 10 процентов. Это, конечно, очень мало, поэтому люди смиряются с навязанными услугами. Однако следует знать, что у нас действует закон о защите прав потребителей. И в этом законе сказано, что потребители вправе отказаться в любое время от исполнения договоров работ, оказания услуг. В этом случае только надо оплатить исполнителей фактически его произведенные затраты. Поэтому, если такая ситуация произошла, и вы не отказались в автосалоне от этих услуг, или увидели только, что вы заключили дополнительные договора дома, если вам эти услуги не нужны, тогда надо сразу потребовать расторжения данных договоров. Какой алгоритм действий при расторжении договора на дополнительные услуги? Надо направить заявление об отказе от договора. Я бы посоветовал направлять заявление не только тому юридическому лицу, с которым у вас заключен договор, а в том числе и в адрес банка, потому что все исходит именно от кредитного специалиста в процессе оформления кредитного договора. То есть всем тем, с которым у вас были заключены договора, и кредитный, и так далее, нужно направить такое заявление и потребовать возврата уплаченных денег. По закону о защите прав потребителей при расторжении договора вам должны возвратить сумму в течение 10 дней со дня предъявления об этом требования. Если денежные средства возвращены не будут, тогда прямая дорога в суд. Если самостоятельный потребитель не сможет подготовить заявление, конечно, нужно воспользоваться услугами юриста. Что делать, если продавец не хочет добровольно возвращать деньги за навязанные услуги? Если требования потребителей в добровольном порядке не были удовлетворены, тогда суд вправе по требованию потребителей взыскать не только основную сумму, но еще и проценты, запользованные чужими денежными средствами по ставке рефинансирования, и моральный вред. Сумма компенсации морального вреда в каждом случае определяется судом в зависимости от доказывания степени нравственных страданий. И, помимо этого, суд обязан будет взыскать штраф в размере 50% от суммы удовлетворенных требований. В отдельных случаях суд вправе уменьшить данную сумму на основании статьи 333 Гражданского кодекса, но, тем не менее, удовлетворение о взыскании штрафа не может быть отказано. И в том случае, если потребитель обратился к юристу с заказанием помощи и потратил соответствующую сумму, то данную сумму также можно потребовать к взысканию, и суд удовлетворяет данные требования. Можно ли расторгнуть договор страхования жизни и здоровья, заключенные при покупке автомобиля? Важно знать, что в настоящее время действует указание Центрального банка. Оно было принято в 2015 году, менялось, но смысл остается прежним. Заключается смысл этого указания в том, что при заключении договора страхования страховщик обязан предусмотреть условия возврата денежных средств при обращении в течение 14 календарных дней с заявлением об отказе от страховки. В этом случае в течение 10 рабочих дней после получения соответствующего заявления страховая компания обязана возвратить всю сумму. Как правило, страховщики выполняют требования клиентов, так как в противном случае последует наказание от Центробанка. Но бывает, что отказывают, либо затягивают с возвратом денег под разными предлогами. Например, просят представить заявление по образцу, который находится на сайте и так далее. В этом случае можно сразу составлять заявление в суд. При этом потребовать не только основную сумму, но и неустойки, и штраф, и моральный вред. Куда можно обратиться с жалобами? Можно обратиться в Роспотребнадзор, но при этом в 2017 году произошли изменения, смысл которых заключается в том, что до обращения в Роспотребнадзор с жалобой необходимо сначала обратиться к тому юридическому лицу или предпринимателю, с которым у вас заключен договор, который, по вашему мнению, ущемляет ваши права как потребителя. Если от этого юридического лица или предпринимателя не поступил ответ, либо не удовлетворено в полном объеме ваши требования, тогда только вы можете обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Это будет являться основанием для проведения внеплановой проверки. За навязывание услуг предусмотрена административная ответственность и для должностного лица, и для юридического лица. То есть, если Роспотребнадзор усмотрит состав административного правонарушения, тогда в отношении этого юридца или предпринимателя будет составлен протокол, и это лицо будет привлечено к административной ответственности. В чем причина того, что сотрудники автосалонов продолжают навязывать своим клиентам ненужные им услуги? Очень многие, я знаю, просто-напросто с этим смиряются. Они посмотрят договор, в договоре сказано, что при отказе от исполнения договора сумма либо не возвращается, либо будет возвращена сумма в процентном отношении, и они понимают, что смысла обращаться нет никуда, это я потрачу кучу времени, нервов, денег, а смысла никакого не будет. Поэтому очень многие не обращаются, и, наверное, это является той основной причиной, почему же все время это у нас и происходит, из года в год, на протяжении многих лет. Я считаю, что нужно отстаивать свои права, нужно их знать и за них бороться. Только в этом случае мы можем надеяться на то, что со временем вот это злоупотребление нас минует. Запомните, отправляясь в автосалон за новой машиной, прочитайте в интернете отзывы об этом дилере. Предварительно позвоните в автосалон и уточните комплектацию понравившегося вам автомобиля и его стоимость. Если покупаете машину в кредит, то внимательно читайте документы, которые нужно подписать. Если все же подписали договоры на дополнительные услуги и страховку, которые вам не нужны, то вы имеете право в течение 14 дней расторгнуть эти соглашения. Редактор субтитров А.Семкин